Тело массой 5 килограмм соскользнул с наклонной плоскости длиной 2 метра. Найдите работу сил тяжести, силы реакции опоры и силы трения. Угол наклона плоскости 30 градусов. Коэффициент трения 35 сотых. Для начала запишем данную. Масса тела 5 килограмм. Длина наклона плоскости L равняется 2 метра. Угол альфа это угол наклона плоскости. Райм 30 градусов. Ускорение свободного падения G это 10 метр на секунду в квадрате. Коэффициент трения μ равен 35 сотых. Найти работу сил тяжести. Найти работу силы нормальной реакции опоры. И найти работу сил трения. А трение неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу работы. Работа А равняется произведению силы F на перемещение, на S. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой работы. И напишем работу силы тяжести. Работа силы тяжести равняется произведению проекции силы тяжести на ось Х и на перемещение. В нашем случае перемещение это длина наклонной плоскости L. Найдем проекцию силы тяжести на ось ОХ. Для этого рассмотрим треугольник АВС. Треугольник АВС прямоугольный. Напишем синус угла альфа. Синус угла альфа равен отношению противолежащего катета. Это проекция силы тяжести МЖХ на гипотенузу. Гипотенуза это МЖ. Выразим отсюда проекцию силы тяжести. Тогда у нас получается, что МЖХ равняется МЖ на синус угла альфа. Подставим наш МЖХ в ранее полученное выражение для работы силы тяжести. Тогда у нас получается, что работа А тяжести будет равняться. Вместо МЖХ мы пишем МЖ на синус угла альфа. И умножить на L. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается, что работа силы тяжести будет равняться. Посчитав, получаем 50 джоуль. Найдем работу силы реакции опоры. Работа АН будет равняться проекции силы реакции опоры на ось ОХ и на перемещение на L. Проекция силы реакции опоры на ось ОХ будет равняться 0. Так как сила реакции опоры перпендикулярна наклонной плоскости. И умножить на L. Посчитав, получаем 0. Найдем работу силы трения. Тогда в нашем случае у нас получается, что работа трения будет равняться F трения умножить на перемещение. Перемещение и сила трения направлены в противоположные стороны. Поэтому у нас получается минус сила трения умножить на L. Найдем силу трения. Сила трения равняется произведению коэффициента трения на силу реакции опоры на N. Силу реакции опоры можно найти из оси ОУ. По оси ОУ на тело действует сила реакции опоры минус проекция силы тяжести на ось ОУ. И все это равняется 0. Тогда у нас получается, что сила реакции опоры равняется MGY. Найдем проекцию силы тяжести на ось ОУ. Для этого рассмотрим треугольник АЦД. И напишем косинус угла альфа. Косинус угла альфа равен отношению прилежащего катета. Это MGY на MG. Выразим отсюда MGY. Тогда MGY будет равняться MG на косинус угла альфа. Подставим нашу проекцию в силу нормальной реакции опоры. Тогда у нас получается, что N равняется MG на косинус угла альфа. Подставим наше N в ранее полученное выражение для силы трения. Тогда у нас получается, что сила трения равняется коэффициент трения умножить на N. N равняется MG на косинус угла альфа. Подставим наше силу трения в ранее написанное выражение для работы силы трения. Тогда у нас получается, что А трения будет равняться минус μmg на косинус угла альфа. И все это умноженное на L. Подставим сюда наши значения и найдем результат. Тогда работа сил трения будет равняться минус... Посчитав, получаем минус 30 джоуль. Запишем ответ. Работа сил тяжести равняется 50 джоуль. Работа сил нормальной реакции опоры равняется нулю. И работа сил трения равняется минус 30 джоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.